Здравствуйте! Сегодня хочу поделиться своим отзывом по такому сорту ежевики как Лох Тей. Что хотелось бы сказать по этому сорту? Сорт очень урожайный, очень сильно рослый и вкусный. Недостатком этого сорта я считаю, что не одномерная ягода, очень разнокалиберная. И долго ходит кислота. А так при полном созревании сорт очень сладкий, вкусный, с насыщенным ароматом. Для себя этот сорт очень хорош. Но не знаю, видел, выращиваю ты его в коммерческих целях. Уж не знаю, как они продают эту ягоду, потому что ягода очень сильно разнится в размерах. Вот допустим есть ягода вот таких крупных размеров. Я взвесил на весах 11 грамм. Если бы она была вся такая ягода, это было бы конечно хорошо. А так в среднем ягодка идет вот таких 4 грамма, есть и 3 грамма, есть и 2 грамма. То есть ягоды вот взять вот этот латерал, тут уже ягоды будут все мелкие. Взять вот такой латерал, тут еще есть совсем ягодки маленькие. А так в общем как бы сорт для себя, еще раз повторюсь, я не знаю как его выращивать коммерческие условия. Вкус хороший, но когда полная зрелость ягоды. Если ягоды рвать недозревшие, будет кислота и вкуса конечно не будет у него. Вот имею у себя в коллекции один куст. Когда-то хотел посадить целый ряд, но хорошо, что не сделал этого. В горынка конечно этот сорт не пойдет. Из-за того, что здесь будет очень мало товарно хорошей ягоды. В основном будет разнобой с мелкой, даже вот есть совсем не опылившиеся вот такие вот латералы, где совсем ягода не опылилась. А так в общем, в совокупности, очень хороший сорт для себя, для семьи. Вкусный, при полном созревании сладкий, урожайный. Для детей это будет в самый раз. Но не для коммерческих условий. Я не знаю кто его выращивает, хотя видел целое наслаждение в интернете, люди выращивают его. Ну может быть для переработки используют. Но так на рынок, конечно, такую ягоду люди брать будут не очень. Созревает он у меня в одни сроки с начизом. Это в моих условиях, на моем участке. Может где-то он раньше созревает, не знаю. У меня пока так. Начиз, конечно, превосходит его по товарности. И, конечно, значит, будет для рынка намного выгоднее и успешнее. Сорт чисто для себя. Если взять, допустим, для сравнения сорт Астерина. Вот пробовал уже первые ягодки. Я отдельно потом выложу видео. Сорт, конечно, будет послаще. Намного кислота уходит очень быстро. И сорт Осейдж. Тоже ягодки, конечно, у него не крупные. Ну, примерно вот такие, в районе 5 грамм, как у Алахтея. Но они более равномерные там. На латералах ягоды одномерные были. И у него тоже очень хороший вкус и отсутствие кислоты. Поэтому для разнообразия Алахтея можно иметь на своем участке. Из-за его вкуса при полном созревании. Сорт извините лёгкий.